Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Контактировал с прессой. Процесс реабилитации оказался неожиданно длительным и непростым. И, судя по всему, он еще не завершен. Впервые показавшись на светском мероприятии, празднование дня рождения сына Глеба Матвейчука, Балуев огорчил поклонников болезненным видом. Многие обратили внимание на то, что после перенесенного коронавируса Балуев выглядит не лучшим образом. По всей видимости, он так и не смог окончательно прийти в себя. Многие отметили, что артист выглядит неважно. Видны отеки, он осунулся и даже постарел. Видимо, организм еще не восстановился. И следует ограничивать нагрузки. Отекший и растрепанный. Берегите себя, пожалуйста. Эта китайская штука действительно опасна. Больно видеть его таким. Как сильно постарел и усунулся. Если честно, не самое радостное зрелище. Поправляйтесь, пожалуйста. Что тут сказать? Ужас. Постарел лет на 10, если не на 15. Выглядит откровенно плохо. Может, надо все-таки еще дома посидеть? Высказываются поклонники. Тем не менее, Александр Николаевич полон творческих планов. В скором времени у него выйдут три премьеры. Сериалы «Собор», «Елизавета» и «Дама с собачкой». Отметим, что Александр Балуев и Ранши сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Так, в 2019 году артист перенес сложную операцию. Правда, он сам не любил распространяться о случившемся. Так и не рассказав журналистам, почему ему потребовалось хирургическое вмешательство. Напомним, Александр Балуев стал знаменитым в 45-летнем возрасте. После участия в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» режиссеров привлекал брутальный образ актера. Поэтому чаще всего он играл военных. За свою карьеру артист сыграл героев практически всех воинских званий. Начиная с роли офицера Белой гвардии в фильме «Конь белый» в 1993 году и заканчивая маршалом в сериале «Жуков». К слову, роль в последнем привлекла Балуева тем, что у него появилась возможность раскрыть разные грани своего героя. Не только как военно-начальника, но и как живого человека со своими страстями. Интересно, что сам Александр Николаевич вырос в семье столичного кадрового офицера и имел все данные, чтобы войти по отцовским стопам. Тем не менее, Балуев решил стать актером. Путь к мечте был тернистым. На первом же туре в Щучинском училище молодой Балуев не прошел конкурсный отбор. Но будущий артист не сдался и устроился в Мосфильм осветителем. Уже спустя год он поступил в школу-студию МХАТ. Еще до своего успеха Балуеву предлагали сыграть генерала российской армии в голливудском фильме «Миротворец» с такими звездами, как Джордж Клоне и Николь Кидман. После этого актер снялся еще в двух голливудских картинах «Столкновение с бездной» и «Доказательство жизни». Однако вскоре ему наскучили однотипные роли, и он принял решение о вернуться на родину.